Сколько кировчанам придется платить за тепло? Этот вопрос сегодня обсудили члены региональной группы общественного контроля за формированием, соблюдением тарифов ЖКХ на своем первом заседании. Там побывала и моя коллега Ирина Сырцева. Привет, Ирина. О чем говорили общественники? Привет, Катя. Сразу забегая вперед, скажу, что в конце заседания все собравшиеся назвали это заседание вводным. И сегодня единственным поводом для дискуссии стал вопрос перехода на концессионное соглашение между администрацией города и компанией Т+. Начали обсуждение издалека с 2005 года, когда кировская теплоснабжающая компания взяла в долгосрочную аренду на 49 лет муниципальной теплосети. Тогда ситуация оказалась оптимистичной. Деньги за аренду, это 50 миллионов рублей ежегодно, возвращались в КТК, так как мэрия была должником ресурсоснабженцев. Все деньги уходили на ремонт труб, но с каждым годом дефектов становилось все больше и постепенно стало понятно, что этой суммы не хватает на их ремонт и тем более замену. Срок эксплуатации сети обозначался в СНИПах 25 лет. Всего за этот весь период 2006 по 2017 год заменили 53,4 километра сетей. То есть не так много. Если 858 километров разделить на 25, хотя бы одну 25 перекладывать каждый год, то нам надо каждый год перекладывать 34 километра. И с 2006 года по 2017 год мы должны были переложить очень много. А всего источников у нас было на 53 километра. Единственное решение, к которому тогда пришли, это увеличить тарифы. В 2014 году начала действовать трехлетняя инвестиционная программа, одобренная службой по тарифам. Шло ее исполнение со стабильной нестабильностью. В первый год сразу потери на 11 миллионов. Больше собранного было потрачено на ремонт теплосетей. В 2015 году ситуация выровнялась, сработали почти в ноль. Но в 2016 году снова был провис. Минус 109 миллионов рублей. Причина простая. Долги перед ресурсоснабженцами. Выровнять ситуацию получилось только в 2017 году. Но уже тогда начал назревать вопрос в очередной раз изменить договор. А точнее заменить аренду и инвестпрограмму к концессионным соглашениям. И сейчас этот вопрос уже прорабатывается. Вот концессия, она каким-то образом явится источником выполнения этих средств? Концессия может явиться источником выполнения этих средств. Опять же, мы с муниципалитетом должны это хозяйство согласовать. То есть, насколько агрессивная будет инвестиционная программа, от этого будет зависеть, наверное, какое-то агрессивное или неагрессивное снижение потерь. Потому что, на самом деле, за счет инвестиционной программы мы рассчитываем снизить потери до уровня норматива. Нам пришлось пересмотреть действующий договор аренды, который сохранился. Отпределиться с тем объемом сетей, который у нас не оказался в договоре аренды. Плюс мы насобирали без хоза. Сейчас уже с Нового года обсуждаем трансформацию договора в аренду. Это один формат. И инициативная концессия – другой формат. То есть, два формата будут складываться. Из действующего состояния имущества, которое едет. Закончилось сегодняшнее совещание тем, что в следующий раз договорились обсудить цифры прибыли и финансовых потерь теплоснабжающей компании в следующий раз подробнее. Ирина, я знаю, что подобное соглашение было заключено и в Ижевске. Да, в Ижевске такое соглашение концессионное было заключено в прошлом году. И тогда же, в 2017 году, сумма тарифа в итоге увеличилась на 6,5%. Это больше, чем допустимая норма. Я напомню, предельный индекс – это 4%. Это больше на 2,5%. Того же ждут и у нас в Кирове. И сейчас, собственно, по словам Кашурникова, в рамках подготовительной работы, процитирую, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить социального взрыва. Спасибо, Ирина. Мы переходим к другим темам. Продолжение следует...